Для Яны Юшковой этот визит к травматологу уже второй за последнее время. В первый раз специалисты диагностировали у женщины ушиб ноги. После нескольких дней компрессов и натираний специальной мазью, женщина уже готовилась возвращаться с больничного на работу. Однако в минувшее воскресенье с ней приключилась новая напасть. Буквально у подъезда собственного дома тверетянка поскользнулась на неочищенных ступеньках. Стали спускаться ступеньки с наледом. И повторно, так как нога беспокоила, опять на нее упала. Приложили холодный лед и пока лежала дома. Когда боль утихла, Яна отправилась в травмпункт. Там женщине вновь диагностировали ушиб и объявили, больничный придется продлить. Подобных случаев за минувшие выходные, поясняет в травмпункте городской больницы номер 6, набралось как никогда много. За последние 4 дня с различными травмами к специалистам обратилось 74 человека. Среди травм как легкие, это ушибы растяжения, так и очень серьезные. Переломы голени, переломы лодыжек с разрывом связок, с вывихом стопы. Большинство обратившихся, поясняют специалисты, получили свои травмы из-за гололедицы. Перепады температур, которые сопровождали минувшие праздничные дни, привели к тому, что ходить по улицам города стало попросту опасно. Если тротуары коммунальные службы еще как-то очищали от снега, то дворы для горожан стали зоной повышенного риска. К примеру, Сергей Самсонов поскользнулся, едва успев вылезти из автомобиля. Как итог, ушиб плеча. Спускался с машины, поскользнулся и прямо на руку упал. Там бугород был, там бугород. В травмпункте 7-й городской больницы Сергей стал одним из многих пострадавших от гололеда. Сюда за минувшие выходные обратилось более 80 человек, из которых только с переломами почти 30. 17 человек были переломы со смещением, что пришлось их, ну скажем, устранять эти смещения, ну и, соответственно, накладывать гипсовые повязки. Однако, абсолютный рекорд по количеству пострадавших был установлен в травмпункте 1-й городской больницы. За время праздников сюда обратилось 227 пациентов. Большинство, около 70%, вывихи, ушибы и растяжения получили в результате гололеда. Такого количества пострадавших, признают специалисты, им видеть еще не доводилось. В понедельник днем ходить по улицам города уже не так опасно. Лед во дворах и на тротуарах растаял практически полностью. Однако, если морозы вернутся, гололедица снова будет угрожать тверетянам. А значит, и городские травмпункты ожидают насыщенные рабочие будни. Никита Васильев, Михаил Волков, РЕН-ТВ Пилот.